Итак, друзья, мы с вами продолжаем знакомство с артянским языком, и в этом уроке мы с вами рассмотрим такую очень важную тему, как винительный падеж. Но для начала давайте ознакомимся с такой темой, как окружающий мир, его элементы, поскольку эти слова нам понадобятся в дальнейшем. Итак, вот эти слова изображены на доске. Давайте посмотрим. Мене – небо. Те, кто интересуется венгерским языком, знают, что там есть слово рай – мене. Это слова когната. Дальше. Веди – это вода. Когнат с фельдским – весель. Дальше. Тол – огонь. Дальше. Чи или Чипай – это солнце. Чи также означает день, но Чипай – это именно солнце. Дальше. Виль – это означает лес. Дальше. Слово пакся – это поле. Оно кажется исконным, на самом деле оно является тюркизмом. Дальше. Слово кеву – это означает камень. Варма. Варма – это ветер. Дальше. Пянь – облако. Вспоминаем про эту букву. В этом случае это именно пяня. Не пень, а пяня. Дальше. Пургинья – это у нас гроза. Дальше. Тешки – это звезда. Слово это очень древнее. Оно идет еще из до финноугорского субстрата. То есть это от народа, который еще жил до прихода финноугорского своей территории. Дальше. Пиземья – это дождь. Ну и смотрим дальше. Чуто – это означает дерево. Кемш – это дверь. Дальше. Дальше. Двери – это деревни, село. Дальше. Ош – это город. Ну или большой потелок, как бы. Вот это слово «ош» – оно только кажется тюркизмом. На самом деле оно является именно древним словом. В частности, например, в антийском языке есть слово «уз», которое означает «город». И в правом языке оно звучало как «ош». Дальше. Эльки – это у нас озеро. Тикше – трава. Кинь – дорога. Это слово очень важное, и мы с ним будем очень много сталкиваться в речи. Дальше. Лень – река. Дальше. Тетя – это цветок. И слово «куренка» – это означает улица, квартал. Итак, друзья, теперь мы приступаем к такой очень важной теме, как суффиксы принадлежности или пози-силы, как еще называют. Сейчас вы ощутите всю силу эрзианской гармонии глаз. Итак, давайте рассмотрим слово «удо». Оно означает «дом». Как сказать по-эрзиански «мой дом»? Мы к этому слову добавляем суффикс. «М» – «удома». Это означает «мой дом». Дальше. «Удот» – «твой дом». Дальше. «Удозу» – «его» или «её дом». «Кудунок» – это означает «наш дом». «Кудунг» – «ваш дом». «Кудуст» – это означает «их дом». Но если у нас слово имеет классный передний вариант, то здесь, вот видите, «кудун», а здесь «ве-ле». «Ве-ле» – вы видите, оно как бы более переднего ряда гласные используют. Соответственно, у нас здесь картина несколько другая, потому что здесь эти суффиксы подвергаются правилу гармонии глаз. Итак, смотрим. «Моё село» – «ве-ле-м». Вроде покажут всё так же, но «твоё село» будет «ве-ле-ть». Обратите внимание, здесь «твой дом» – «удот», а здесь «ве-ле-ть». Дальше. «Его» или «её село» – «ве-ле-зэ». Здесь «уду-зо», а здесь «ве-ле-зэ». Дальше. «Наше село» – «ве-ле-не-г». Здесь «кудунок», а здесь «ве-ле-не-г». И дальше. «Ваше село» – «ве-ле-нг» и их село – «ве-ле-зэ». Но как сказать, если, допустим, у меня много домов? Тогда мы скажем так. «Кудун» – «мои дома». Обратите внимание, не «кудун» – «мой дом», а «кудун» – «мои дома». И, соответственно, если его и её дома, то у нас будет «кудунзо». Не «кудозо», а «кудунзо». И надо сказать, что, допустим, формы «твои дома», «наши дома», «ваши дома» – они будут точно такие же, как и в единственном числе. То есть «кудун» – «мои дома», «кудот» – «твой дом» или «твои дома», «кудунзо» – это «его и её дома», «кудунок» – это «наши дома» или «наш дом». То есть вы понимаете. На самом деле, раньше этих форм было больше, но сейчас многие из них отпали. Но мы об этом будем говорить уже в следующих уроках. Ну и давайте теперь рассмотрим формулу для третьего ряда. «Велини» – «мои деревни». И «Велинзе» – это «его деревня», «его и её». С темой суффиксов принадлежности также связана такая тема, как выражение понятия «иметь». Давайте посмотрим. Дело в том, что в грязанском языке, как и в многих других сенугольских языках, понятия «иметь» отсутствуют. И оно выражается с помощью глагола «быть» у «лемс». Ну и давайте рассмотрим пример. «Улику» – «дом». «У меня есть дом». Также мы можем сказать «имею дом». Но слово «иметь» в грязанском языке отсутствует. Есть слово «улий» – «быть». То есть «мой дом есть». И обратите внимание, вот эта форма «у меня есть дом». Видите? «Здесь есть» и «здесь есть». Вот это вот слово берёмся как «есть». Вот эта вот форма – это как раз-таки идёт из финно-угорских языков. То есть это влияние финно-угорских языков на славянский язык. Таким образом, вот эта форма является финно-угорской на самом деле. А, соответственно, славянским аналогом этой формы является «я имею дом». Потому что слово «иметь» – оно есть во всех индоевропейских языках, и как в английской версии оно есть, так и в русской «я имею дом». Итак, друзья, мы с вами подошли к одной из самых сложных тем айрзианского языка. Я даже полагаю, что это самая сложная тема айрзианского языка. Называется она «винительно-родительный падеж». По-яйрзиански он, соответственно, называется «азурщинеути», что переводится как «падеж обладания». Одна из сложностей этого падежа заключается в том, что он выражает в себе сразу несколько функций. Первая функция – это отношение между субъектом и объектом действия. То есть, допустим, Вася чинит стул. Вася здесь является субъектом действия, а стул – объектом. То есть, он что-то делает с этим стулом. Второе отношение заключает в себе обладание чего-либо. Допустим, этот стул – Вася. Вася здесь является обладателем стула, а стул является обладаемым. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим парадигмы этого падежа. Итак, как мы видим, у нас есть неопределенная и определенная форма, как, впрочем, и всегда. Итак, если у нас объект неизвестен нам, и он один, то мы к нему присоединяем окончание «не». Вот эта буква В – это вовсе не русский мир, как многие могли подумать. Это, на самом деле, гласное. То есть, у нас может быть, например, «ань», «ень», «онь» и так далее. Вот эта буква В как раз и означает гласное перед этим окончанием. Далее, если мы знаем, что это за объект, то у нас присоединяется другое окончание – «ньте». Опять же, он один – «ньте». Дальше начинается самое интересное. Пойдем вот по этой линии. Не так, а вот так. Если у нас множественное число, и мы точно знаем, что это за объекты, их много и мы их пронизаем, то у нас присоединяется окончание «тней» или «тней». А что же вот это такое? А это, на самом деле, один из самых сложных моментов всего азиатского языка. И сложен он тем, что у нас есть какое-то неопределенное множество объектов. То есть, мы про это множество ничего не знаем. То есть, какие-то объекты. И, на самом деле, вы до конца не будете понимать, пока не поймете, в каких случаях это можно употреблять. Ну, давайте рассмотрим примеры. Итак, первый пример – это у нас кудо кенгш. Переводится как «домовая дверь». То есть, у нас есть какое-то условное множество домов, нам неизвестно. Например, «все дома». Или, например, «не все дома». Или какая-то часть, просто какие-то дома. Нам, мы про их вообще ничего не знаем. Вот вообще ничего не знаем. Просто какие-то дома. Кудо кенгш – это домовая дверь. То есть, дверь, которая относится к домам. Вот эта дверь относится к домам. Дальше. Если у нас имеется в виду какой-то один дом, опять же, нам неизвестный, то мы говорим кудун кемкш, это значит дверь дома. То есть какого-то дома, нам неизвестно, а просто дверь дома. Чтобы понять разницу между вот этим выражением и вот этим выражением, здесь надо понять одну вещь, что в данном случае мы говорим о домах в общем. То есть дверь, относящаяся к домам. Каким-то домам, нам неизвестно. А здесь мы имеем именно в виду, что это дверь дома. То есть какого-то дома, нам неизвестного. То есть это дверь дома в общем, а это дверь какого-то частного дома, частного в смысле отдельно взятого дома, который нам неизвестен. Дальше у нас идут более простые выражения, давайте их рассмотрим. Кудун кенкш, мы видим здесь, что у нас здесь определенное и здесь определенное. Это означает известная дверь известному дому. Известная не в том плане, что она богатая получает кучу денег, а в том плане, что она нам известна. То есть мы знаем, как эта дверь, и она относится к дому, который мы тоже знаем. Есть в принципе аналог этого выражения, а кудун кенкшезе. И что это означает? Это означает, что дверь, которая принадлежит известному нам дому. То есть здесь мы подчеркиваем именно принадлежность к этому дому. То же самое в множественном числе. Кудун кенкш, это известные нам двери известных домов. То есть мы про эти двери знаем, и они относятся к домам, про которые мы тоже знаем. А если мы скажем, например, кудун кенкш, то это у нас означает, что двери, которые принадлежат известным нам домам. Но по большому счету, вот эти две формы, это синонимы. И вот эти две формы, это тоже синонимы. По большому счету. Итак, друзья, поскольку мы с вами только что рассмотрели очень сложную тему арзианского языка, родительный винительный падеж, я теперь предлагаю перейти к следующей теме, которая непосредственно цепляется за прошлую тему. Это у нас объектное сближение глагола. На самом деле, эта тема очень сложная, длинная, запутанная, и мы ее будем рассматривать несколько уроков. И сегодня я предлагаю рассмотреть только объектное сближение глагола к третьему лицу. То есть это когда у нас объектом становится он, она, оно или они. Мы сейчас все это и рассматриваем. Чтобы вам стало понятно, насколько эта тема сложна, я сейчас приведу вам пример из русского языка. Допустим, нам надо сказать «я вижу». Просто «я что-то вижу». У нас глагол так и остается в этой форме «вижу». Но если мы имеем какой-то объект, допустим, «я вижу дом», то есть «я здесь являюсь субъектом», а «дом» является объектом, у нас все равно это слово «вижу» оно никуда не девается, никак не изменяется. Оно как было «вижу», так «вижу» и остается. То есть в азианском языке все по-другому. Если у нас появляется объект, ну, известный нам объект, то у нас глагол обретает совершенно другую форму, которая совершенно не похожа на ту форму, которая у нас есть без объекта распоряжения. Итак, давайте рассмотрим. Итак, в первую очередь нам надо понять, у нас объект определенный или неопределенный. Если у нас объект определенный, то мы будем использовать именно объекты распоряжения. То есть, допустим, давайте рассмотрим пример. Мы местоимение лично опускаем, у нас получается «не сакку дольс». Обратите внимание, вот это вот окончание, оно совершенно не похоже на то окончание, которое было в предыдущих уроках, где мы рассматривали сопряжение глагол в настоящем времени. Не «я м кудольс», а именно «не сакку дольс». Я вижу дом, и дом нам известен, самое главное. Смотрим дальше. «Не сак кудольси» – «ты видишь дом». То есть, по-русски все то же самое, ты видишь или ты видишь дом. А по-разеянски у нас «не сак» – не «я», а «не сак». Дальше. «Не сын кудольси» – «он видит дом». «Не сынев кудольси» – «мы видим дом». «Не сын их кудольси» – «вы видите дом». «Не сын их кудольси» – «они видят дом». Может сложиться такая ситуация, что объект нам может быть неизвестен. Что же делать тогда? Давайте рассмотрим такую русскую камьку. Да, действительно, это русская камька, но она заслуживает того, чтобы быть рассмотрена. Если нам, например, нужно сказать, что он делает большое дело, то мы говорим «сон Ти и бог Штелл». Как мы видим, здесь Ти стоит в безобъектной форме. Но и Ти стоит в такой форме, как будто бы не совсем понятно. То есть, это у нас тоже является родительным падежом, но это именно из разряда большого дела. Он делает что-то из разряда большого дела. То есть, он делает большое дело. То есть, он может быть одно дело, много дел, но «сон Ти и бог Штелл». То есть, он делает, в принципе, большое дело. Ну и давайте теперь рассмотрим более ирзианский вариант, который, как настоящие ирзиане, 80-го или иного, носители, они скажут так «И не делся он топ-ауты». Мы вот это слово не вводили, но все равно всю эту конструкцию полезно знать. Это то же самое означает, но дословно переводится как «великое дело он исполняет». Как мы видим, здесь точно так же есть безобъектная форма. То есть, топ-ауты, оно стоит в безобъектной форме. Но «тео» у нас стоит в той же самой форме. То есть, это из разряда «дела» он делает. Итак, друзья, мы с вами только что рассмотрели объектное сопряжение глагола. Для того случая, если у нас один объект. А как же делать в том случае, если у нас много объектов? Давайте смотреть. Это значит «я вижу дома», то есть много домов. «Нейсыть худотни» – ты видишь дома. «Нейсынде худотни» – он видит дома. «Нейсыник худотни» – мы видим дома. «Нейсынг худотни» – вы видите дома. «Нейсызь худотни» – они видят дома. Обратите внимание, что окончания «нейсыник», «нейсынг», «нейсызь» – вот эти вот окончания для «мень» и «теньсын» – они совпадают. Что для того случая, когда у нас один объект, что для того случая, когда у нас много объектов. Но мы видим какую-то разницу. У нас появляется какая-то странная согласная «е». Откуда она взялась? Но на самом деле эта черта характерна только для глаголов типа «теемс», «неемс» и так далее. Для всех остальных глаголов формы «мень», «тын» и «сынь» у нас будут одни и те же. Что для того случая, когда у нас один объект, что для того случая, когда у нас много объектов. То есть это будет «сыник», «сынг» и «сызь». Итак, друзья, давайте вернемся еще раз к проекте-наменительному панежу. И просклоняем местоимение в него. Итак, смотрим. От слова «мон» у нас получается слово «монь», что означает «меня» или «мой». Обратите внимание, оно у нас имеет функцию как родительного, так и винительного панежа. То есть «меня» – это винительный панеж, а «мой» – это родительный панеж. Смотрим дальше. От слова «тон» у нас образуется слово «тонь». «Тебя твой». От слова «сон» у нас образуется слово «сондзе». «Его» и «е». В диалектах может звучаться также «сондзе», «сондза» и так далее. Дальше. «Миняк» – «нас» и «наш». «Тымк» – «вас» и «ваш». «Сынст» – это означает «их». Дальше распространяем указательные местоимения. От слова «те» у нас образуется слово «тень» – «этого». Дальше. «Сень» – «того». От слова «неть» у нас образуется слово «нитний» – «этих». От слова «сеть» у нас образуется слово «сетний» – «тех». Ну и давайте теперь рассмотрим примеры со словом «сондзе». Поскольку мы можем уже спрягать в третьем лице, у нас, соответственно, получается «монсондзе моряса» – «я его слышу». Или, если отрицание, то, соответственно, «монсондзе аморяса» – «я его не слышу». Для «нустой числа» попробуйте с вами распрягать. Итак, друзья, мы с вами приближаемся уже к концу урока. И для закрепления всего предыдущего материала я предлагаю затронуть такую тему, как «послелоги». Что же такое «послелога»? Это, по сути, то же самое, что и предлог. Но он ставится в конец слова. То есть, допустим, «с» чем-либо, например, «с Ваней». Но только это «с» у нас ставится не перед словом «Ваня», а «после». Этим отличается «послелога» от предлога. И на самом деле эрзианский язык просто славится обилием всех «послелогов». И давайте рассмотрим сейчас всего один «послелог» – «марту». С чем-либо или с кем-либо. Итак, друзья, давайте рассмотрим примеры. «Куды кем шмарту» – что это означает? Означает это следующее. Это у нас какой-то условный дом, неизвестный нам из класса домов с длины. То есть, просто этот дом, может быть, у него одна дверь, может быть, несколько, мы не знаем. Просто дом с дверью и все. Следующий пример. «Куды кем шмарту» – это у нас уже конкретный дом, нам известный, который из класса домов с длины. Дальше, следующий пример. «Куды кем шмарту» – это дом, но уже не из класса домов с длины, а это дом просто с дверью, которая нам неизвестна. То есть, это дом с какой-то дверью. Дальше. «Куды кем шмарту» – это означает известный нам дом с известной нам дверью. То есть, условно, мы и дом знаем, и дверь знаем. Давайте теперь рассмотрим совсем прям моего примера. «Чуды кем шмарту» – переводится это так. «Сельская улица с деревянными домами». Вы спросите, почему? «Чуды кем шмарту» – не «куды кем шмарту», а «куды кем шмарту». Мы скажем «куды кем шмарту», если нам эти деревянные дома известны. Если мы говорим, что вот эти вот дома, я их знаю, тогда «куды кем шмарту». Но, если мы просто говорим, что это сельская улица и там свои деревянные дома, мы не знаем даже какие, то мы говорим «чуды кем шмарту» – «куды кем шмарту». Итак, друзья, на десертной языковой части этого урока, в качестве, скажем так, вишенки на торте этого урока, я хотел бы вам рассказать про такую изюминку эрзианского языка, как склонение после логов по лицам. Да-да, после логи также склоняются по лицам в льзианской языке. Давайте посмотрим. Смотрите, у нас есть форма «сон курты мой марту». Это означает «он говорит со мной». В принципе, эта форма правильная. Она абсолютно правильная. Но ее, в принципе, можно изменить. Можно сказать «сон курты мартон». Ну, давайте посмотрим про диму. «сон курты мартон». Он со мной говорит «сон курты мартон». Видите, у нас «т» добавляется. Он с тобой говорит «сон курты мартон». Он с ним, с ней говорит. Дальше. «сон курты мартонок». Он говорит с нами. Дальше. «сон курты мартон». Он с вами говорит. И Сонкурты Мартост, он с ними говорит. Ну и рассмотрим теперь боевой пример, который достаточно часто встречается в речи. Это Мезетевич Мартот. Что с тобой случилось? Итак, друзья, мы продолжаем с вами погружаться в эльзианскую культуру. И на этот раз мы с вами поговорим о такой очень важной серьезной теме, как эльзианская вера. Да, она действительно есть. Итак, верховным богом-демиуровым создателем всего является Инишкипадз. В паризианских это имя означает «творец», «великий создающий бог». Также у Инишкипадзе есть другие имена. Это «веричипадз» означает «всемышний», и «чипадз», что означает «бог солнца». У Инишкипадзе есть также антагонист и демиус. И теперь я вам готов рассказать легенду о сотворении мира. Согласно этой легенде, Инишкипадз плыл по морю на белом камне, затем он туда плюнул, и из этого плевка появился камень. И Инишкипадз начал колоть этот камень своим посохом, и из этого камня с жутким криком выполз и демиус. Инишкипадзе такой выполз и говорит «слушай, я вижу, что ты странаешь, у тебя нет друга, у тебя нет брата, я тебе готов быть другом и братом, и готов тебе помогать». Инишкипадзе такой посмотрел и сказал «ну ты мне не друг и не брат тем более, но раз ты решил помогать, то давай-ка ты сейчас погрузишься в этом море и достанешь оттуда земли». Ну и в общем, этот Инишкипадзе третьего раза могла достал эту землю, и часть земли положил себе за счет. И вот когда Инишкипадзе уже создал всю землю, все было красиво, ровно, все зелено, что сделал Инишкипадзе? Инишкипадзе себе положил землю за счет, и он этой землей, естественно, поперхнулся и начал кашлять. И таким образом появились овраги и прочие несовершенствования ландшафта. Потом Инишкипадзе создал человека, но и тут и демьюсь подумал «ну что, я тоже хочу какой-нибудь футуэт парик такой внести». Ну и внес, в итоге у человека появились болезни. Дальше я предлагаю рассмотреть покровителей и покровительницы лет. Кто-то их считает духами, но я их считаю вполне себе богами, богиними. Итак, смотрим. Мастурнава – это покровительница земли. Поксява – это покровительница поля. Ей поклонялись для того, чтобы было больше урожая. Далее, Вармава – это покровительница ветра. Она могла нанести суховей, соответственно, ей боялись для того, чтобы никакого суховея не было. Далее, Витява – это покровительница воды. Вирява – это покровительница леса, которая могла защекотать до смерти, либо заблудать какого-то путника, который зашел в лес. И, собственно, когда, например, кто-то слышал смерть Верямы, он сразу прятился назад, глядя в сторону этого смеха. Далее. Бургинепаз – это бог грома. Вы видите, здесь уже Паз, то есть это не Ава, не женщина. Это именно Бургинепаз – это бог грома. Кроме того, есть Верень Паз – это сын Ленишки Паза и устроитель человеческого общества. И покровительницей дома является Юртава. И в этих богинь также были свои мужья. То есть у Юртава был Юртатя, но он какой-то прямо роли в жизни не играл. А как же молились сельзяне? Молились они в священных рощах. И такие моления назывались Оскс, а эти рощи назывались Кереметь. А моления, соответственно, проводил Кузатя. Раньше это были прямо профессиональные жрецы, которые выполняли роль жрецов, но позже это были уже выбранные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова